Второй матч ты проводишь за московскую команду. Смотрел я твоё интервью, как ты хотел долго попасть в московский баскет, в эту всю движуху. Как тебе первые впечатления, в принципе, от лиги UBA и, в принципе, от команды Инанома? Хорошая лига, хороший уровень, ребята сильные. Очень интересно играть, очень интересно соревноваться. В команде Инанома чувствую себя замечательно, хороший тренер, команда тоже хорошая собралась. В том плане, в плане развития, это большой плюс для меня, что есть куда стремиться, есть куда развиваться. Большой ростер у команды Инанома. Со всеми лигарками уже успел познакомиться или, в принципе, не всех ещё запомнил? Конечно, со всеми. Мы нормально общаемся, вместе тренируемся. Это само собой разумеющееся. Может быть, ты скажешь, почему сегодня не принимал участие Егор Моисеев? В принципе, на предматчевой разминке он достаточно неплохо себя показывал. Ну, ничего не предвещало, что не увидим мы сегодня его в протоколе даже? Не могу сказать точно. Не задавал этот вопрос ещё ему. Хорошо. А по поводу больших игроков Анатолий Каширов, Никита Вавилов и, не вспомню сейчас, ещё одного большого, тоже ростер команды Николай Архипов выбрал более низкорослый. Оправдана ли эта игра или, судя по счёту, всё-таки нужно было какие-то изменения на твой счёт было сделать в середине игры? Я считаю, тренер сделал всё правильно, а выиграть или нет, как он говорит, это было нам решать. Но баскетбол – это игра процентов. Противоположная команда попала почти все броски, все дальние. А мы, в отличие от них, сделали намного меньше попыток и сделали намного меньше точных попаданий, точных бросков. Отличёмся немножко от лиги UBA. Знаю, ты был участником матча звёзд, АСБ. Ты непосредственно не в команде, но ты участвовал в Сленд-Ан-Контесте. Расскажи об этом мероприятии, атмосферу и, в принципе, своё впечатление. Только самые лучшие впечатления, потому что организация была вообще на лучшем уровне. Не встречала такого ещё в плане баскетбола, в плане приёма. Как бы очень тёплый приём был. Всё понравилось, никаких неудобств. Всё сделано для игроков, всё сделано для того, чтобы создать условия игрокам. Что ещё добавить? Как прошёл Сленд-Ан-Контест? Я, честно говоря, сам не видел. Вчера как раз комментировал ночную лигу, поэтому не успел подготовиться к этому. Тебя можно поздравить с победой в этом конкурсе? Нет, не удалось мне победить. Но Сленд-Ан-Контест был очень классный. Давно такого не было. Ребята, ну, действительно, мы все, думаю, показали уровень именно студенческого баскетбола, как ребята, студенты могут забивать сверху. Ну, было классно, было весело. Ты собираешься дальше продолжать себя? Видишь себя в Сленд-Ан-Контесте, может быть, на следующих турнирах? Или всё-таки ты будешь потихонечку, плавно передвигаться в ростер на Нома и заниматься непосредственно баскетболом без каких-либо отгласок на Сленд-Ан-Контест? Скажу так, баскетбол для меня это как работа. Ну, а Сленд-Анк это своего рода хобби. То есть, чтобы отвлечься от баскетбола, развеяться, расслабиться, погрузиться в атмосферу, быть наедине с собой и просто обрести вот такую свободу. Потому что, когда ты забиваешь сверху в таких мероприятиях, как Сленд-Ан-Контест, СБ, ну, у тебя мысли только о том, чтобы просто освободиться и сделать своё дело. Насчёт того, выиграл я или нет, я занял четвёртое место, не всё удалось сделать. Первый данк забил, мельницу с навеса хорошо зашла. Второй данк, я засомневался, какое делать, потому что скоро Сленд-Ан-Контест МЛБЛ, и как бы я слышал то, что меня хотят пригласить. И сейчас работаю над несколькими фишечками, которые хочу вот показать именно там. И засомневался, стоит ли их там показывать. Вот, поэтому выбрал данк, который у меня, ну, не очень хорошо получается. Сделал ставку на него, ну, в итоге не получилось. Ну, ничего, надеюсь, что ты будешь развиваться в этом компоненте, и все ещё преграды тебе, ты сможешь их обойти. И хотел бы уточнить, вчера вроде закончился матч звёзд в Уфе, перелёт, игра сегодня не вечером. Успел ли ты восстановиться? И вот эта вот, вот эта длинная поездка на тебя как-то сказалась на сегодняшней игре? Она придала мне сил, поскольку она вообще вывела меня в неудобное положение, как это правильно сказать. Из зоны комфорта, потому что перелёт, и это всё-таки тяжёлая ситуация. На организм как бы очень сильно влияет. Потому что самолёт был в 6.20 утра по уфимскому времени, это 4.20 по московскому. И, получается, у меня получилось поспать только 2-3 часа. Вот, и когда я пришёл сюда, я понимал то, что, ну, нужно исправляться за вчерашнее, вот, скажем так. И, на самом деле, вчерашний матч звёзд придал мне, ну, какие-то силы, какую-то, не знаю. Я хотел просто исправиться, скажем так. Спасибо большое за комментарии. Спасибо.